много людей зарегистрировалось да и плюс у нас трансляция на странице ими в фейсбуке да я думаю мы готовы начинать добрый вечер уважаемые коллеги дорогие участники часа эксперта мы продолжаем совместный исследовательский образовательный проект институт международных исследований и факультета международных отношений мгимо меня зовут адлан маргоев я аналитик и руководитель группы стратегического маркетинга институт международных исследований я рад вам сегодня представить нашего лектора максиму александрович сучкова старшего научного сотрудника лаборатории анализа международных процессов мгимо дружественной института международных исследований исследовательской организации подразделением гимон и доцента кафедры прикладного анализа международных проблем максим александрович кандидат политических наук американист и при том что сегодня в эпоху диванной аналитики и роста неадекватности политических ток-шоу сочетание слов эксперт политолог и американист часто можно продолжить вирусологом специалистом по стирии украине по советскому пространству миграции в европе и любому кризису который один другой другого сменяет буквально каждые две недели это чем-то становится уже ругательным при всем огромном наверное запросе к американистике в нашей стране и при том что не одно десятилетие американистика нашей стране считалось одним из таких приоритетных исследовательских направлений особым прикладным значением для внешней политики нашей страны и при том что тот объем мемов которые исходят по тематике и культивируются по тематике американской политике и тому объёму публикаций в ведущих наших и неведущих средствах массовой информации. Сегодня специалистов в нашей стране, которые могли бы пойти в своем анализе за пределы противостояния красных и синих, за пределы описания того, что только что твитнул в своем аккаунте Трамп, и за предел того, что может произойти максимум, наверное, с джерримендерингом и взаимных политических обвинениях американцев одних против других по поводу того, кто сотрудничает с Россией и идет на поводу у руководителей страны. И вот такого рода анализа внешней политики, внутренней политики США довольно мало тех, кто может действительно объяснить, как эта кухня работает политическая, не только на уровне взаимодействия ведущих органов власти, будь то президента и конгресса, например, но также спуститься на региональный уровень, на внутрипартийную кухню и понять, каким образом эта сложная система, которая, пожалуй, все равно остается недоизученной, функционирует, и при этом мог бы понимать не только какой-то такой политический аспект, но и человеческий, потому что, как правило, все эти факторы друг с другом очень тесно связаны. Максим Александрович Сучков – это американист, который обучался американистике в США. Этим он выгодно отличается от многих коллег и дополняет их анализ собственным видением ситуации в Соединенных Штатах Америки. И его долгий исследовательский опыт, который сегодня пригождается нашему университету и Максиму Александровичу, помимо того, что занимается американским направлением, у нас также руководит группой исследователей вопросов ядерного нераспространения и разоружения и контроля над вооружениями в Институте международных исследований по грантовому проекту ИМИ. Весь этот опыт аккумулируется в том, что мы можем сегодня вам представить Максима Александровича как лектора, который расскажет о том, каким образом выборы 2020 года повлияли на политические процессы в США и наверняка, что можно ожидать в России от того, что в этой стране сейчас происходит. Чтобы не отнимать у вас время, я коротко скажу о том, что вы можете задавать вопросы в процессе лекции в чате, для того, чтобы в том числе подготовить к объему этих вопросов нашего лектора, либо же поднять руку виртуально, а если же ни тот, ни другой вариант не сработает, то после лекции Максима Александровича вы сможете инициативно взять слово и включить микрофон, представившись, задать вопрос. Я думаю, что у Максима Александровича, возможно, будут слайды. Да, будет презентация. Поэтому я завершаю демонстрацию главного слайда у себя, заставочного, и передаю слово Максиму Александровичу. Большое спасибо, большое спасибо, Адлан, большое спасибо коллегам из Института международных исследований, вообще за саму инициативу. Мне кажется, хорошая задумка делать участок экспертов, где каждый из коллег, кто занимается какой-то своей проблематикой, могли бы представить свои наработки исследования более широкому кругу, и прежде всего подключать, скажем, к этой научной деятельности наших студентов. Это очень здорово. И большое спасибо за такое, конечно, щедрое представление. Предстоит, я так чувствую, отрабатывать этот подаренный Адланам кредит доверия. Коллеги, я, с вашего позволения, сделаю демонстрацию экрана и включу сейчас презентацию. Скажите, пожалуйста, видно, да, отображается все в порядке? Да, все видно. Отлично. Я, как же момент мне ее, секундочку, я сейчас ее попробую раскрыть на всю, с тем, чтобы нам нужно было… Ага, все, я понял. Так, сейчас… Я постараюсь максимально емко рассказать какие-то основные вещи, хотя информации будет много, я должен признаться, но с тем, чтобы у нас осталось время на поговорить. Собственно, ну, естественно, мы сегодня с вами говорим, как уже наш модератор сказал, о выборах в Соединенных Штатах и тем, что это все может значить. И я так полагаю, что нужно, и как я построил, собственно, как предлагаю построить нашу с вами работу, я поговорю немного о выборах непосредственно о том, что им предшествовало, как получилось, так, как получилось. Попробуем посмотреть на какую-то динамику, которая была в 2016 году в компании, в этом году, и куда это все может привести дальше. Ну и, собственно, небольшие инсайды по поводу того, как это может все отразиться на внешней политику. Я, как, собственно, представил модератор, действительно являюсь старшим сотрудником ГИМО и параллельно развлекаю себя и окружающий мир какими-то заметками по американистике на телеграм-канале по образевателям, поэтому, если вам интересно, можете подписываться, буду рад. Прежде всего, нужно сказать, что начнем вот эту предысторию нашего сегодняшнего действия в далеком 2015 году или в 2016 году в компании, скорее, президентской 2016 года, когда Трамп, тогда произведший такой неожиданный фурор, новичок, вроде несистемный с точки зрения политических классов кандидат, бросил вызов одной из самых таких рьяных представителей истаблишмента американского на Хиллари Клинтон. Собственно, Трамп и Клинтон подходили со следующим каким-нибудь багажом в плане электората. Традиционным электоратом для демократа является, прежде всего, это ориентир, такая целевая группа, это разные этнические, расовые меньшинства, молодые люди и преимущественно женщины, в то время как для республиканцев преимущественно это белые, а взрослые преимущественно мужчины. В компании Клинтон исходили из того, что для того, чтобы Клинтон победить, необходимо, собственно, две вещи делать. Просчитать, посмотреть, как победил Обама и посмотреть, как голосовали в разных штатах, за кого там, за демократов и за республиканцев, начиная с 92-го года. Первая методика замера выборщиков давала демократам тогда 272 голоса, вторая методика замера выборщиков давала им 242 голоса, что, собственно, конечно, недостаточно, как мы видим, для победы 270 выборщиков. А первая, прям вот чуть-чуть так на волоске. А чем они себя утешали или как они полагали, почему Трамп должен проиграть? Повторюсь, это мы говорим о 2016-м годе. Они насчитали на ту компанию около 11 колеблющихся штатов. Как это работало, как методики эти совмещались? В Пенсильвании, например, отрыв Обама от Ромни, то есть они смотрели по компании 2012-го года, составил 5%, и за демократов в этом штате голосовали на шести последних выборах. То есть первая методика им давала победу Пенсильвании, потому что Обама оторвался, вторая давала победу, по их мнению, потому что там традиционно голосовали за демократов. 6 из 6. Та же самая история в Огайе. В Огайе Обама победил Ромни на 2%, это в 4 из 6 последних кампаний голосовали за Огайе. Скорее всего, говорили демократы, мы победим в Огайе. Ну и так далее по ключевым основным штатам. В итоге, что получилось, вы видите, буковку R стоит напротив них, то есть все эти штаты взял Трамп. Отошли они республиканцы. Почему они считали, что Трамп проиграет? Они полагали, что вот эта повестка America First, Америка прежде всего, отторгнет от Трампа мультиэтнические и прогрессивно колеблющиеся штаты. И вот в частности, вот тех, которые здесь изложены, эти штаты, на самом деле тоже отошли республиканцам. То есть это не сработало. Ну и Трампу это не сработало. Тогда у меня был любопытный разговор с одним из сотрудников предвыборного штаба Клинтон. И он мне сказал, что чтобы сыграть, вот на мой вопрос, что не считаете ли это что-то такая рискованная стратегия, и все-таки вы ключевые вот эти колеблющие штаты можете потерять. Он сказал, что чтобы выиграть в таких штатах и Пенсильвании, Мичиган, Висконсин, в настроении должно случиться что-то прямо кардинально драматическое, что заставит их изменить свои мнения в отношении Трампа. И это, дескать, невозможно, и поэтому мы считаем, что мы там победили. В итоге что случилось? Как проиграла Клинтон, в чем они просчитались? То есть компания Ромни, нужно было тогда для себя понять, и Обама, а это было не одно и то же, что компания Клинтон и Трамп. Прежде всего, потому что Клинтон не Обама, а Трамп не Ромни. Трамп был более популярен среди избирателей, чем Ромни, и то, что он набрал в 2016 году, было сильно больше, чем набрал Ромни. Клинтон была сильно менее популярна, чем Обама. То есть ключевой вот этот сегмент, в котором они в 2016 году, демократы, ошиблись, что Клинтон был высокий, достаточно антирейтик. Он в итоге, он был чуть меньше, чем у Трампа, но тем не менее больше, чем у Обама. Изменилось за время двух вот этих избирательных кампаний 2012-2016 годов повестка вообще выборных циклов. Изменение настроения избирателя имели место, и в том числе в отношении элиты. И, собственно, происходило падение среднего класса. То есть полагать, что избиратели также проголосуют за Клинтона в 2016 году, как они проголосовали в 2012, было наивно, сразу под нескольким показателем. Прежде всего, и то, что антирейтинг был, и настроение внутри демократического электората, но и вообще среди американцев изменились. Как победить Трампа? С этим вопросом демократы вышли на кампании уже в нынешнем 2020 году. Ну, понятно, что все четыре года основные средства массовой информации, основные, скажем так, инфлюенсеры общественного мнения американского, они были против Трампа, не просто против, а, скажем так, довольно токсично против. То есть постоянное давление, поиск разных компаний, во внешней политике, из России, внутренняя неуплата налогов, огромное количество негативных информационных поводов бомбардировали, скажем так, сознание избирателя о том, что Трамп это очень плохо, что это серьезная девиация от Америки, что вот Америка при этом президенте находится на таком вот автопилоте, и что нужно передать все-таки рулю руки у более опытного штурмана. Но чтобы это сделать, необходимы были конкретные политтехнологии, на выборах. И прежде всего, необходимо было обеспечить высокую явку избирателей. То есть одной из причин, почему Клинтон проиграл, была относительно низкая явка среди избирателей. То есть избиратели считали, что, ну, понятно, она выиграет, establishment надоели, они чего уже без того походить голосовать. Здесь нужно было мобилизовать избирателя, сориентировать их на то, что Джо Байтон, хоть он и тоже такой вот престарелый, спящий, как там его только Трамп не называл, это, скажем так, более привычная формация и более привычный тип политика для Соединенных Штатов. И он в любом случае, даже если вы с ним не согласны или у вас есть какие-то сомнения, он в любом случае лучше, чем Трамп. То есть необходимо было всячески обеспечить вот эту мобилизацию. И здесь тоже были подключены разные инфлюенсеры, представители общественного мнения, шоу-бизнеса, голливудские звезды, популярные певцы. То есть сильно-сильно ориентировали людей голосовать. Второй момент, как голосовать. Здесь были также, вот ковид, как говорят, Трамп из него излечился физически, но он его все-таки погубил политически. Из-за коронавирусных ограничений то, что в принципе всегда в американской политике есть, досрочное голосование, голосование по почте, им было удивлено гораздо больше внимания и долгое время демократы говорят, что смотрите, опасно ходить на избирательные участки, голосуйте, пожалуйста, либо досрочно, либо по почте. Как правило, категория граждан, которые голосуют досрочно и по почте, это тоже категория, собственно, демократов. И вот эти, скажем так, страховочные технологии, как их называют, помогли демократам в конечном итоге комбинацию этих факторов, скажем так, одержать победу. Но что произошло? Давайте посмотрим внимательно на каждую из повесток и на социологию, собственно, этих выборов. То есть задача Трампа, какой главный месседж был в его компании, убедить сомневающихся, здесь нужно отметить, что как бы ядро избирателей и у тех, у других достаточно стабильно. Ну, возможно, республиканцы более организованы, но борьба идет за умы и сердца сомневающихся избирателей, да, не определившихся. И вот важно было для Трампа убедить их, что Байден, это никакое не обновление, когда Байден говорил, что вот мы там за обновление и все такое, это сплошное оксюморо, да, то есть ничего подобного не будет. Это возвращение всему тому, против чего этот избиратель голосовал в 16-м году, выбрав президентом Трампа. Задача же Байдена заключалась в том, чтобы доказать, что при Трампе Америка становится не более великая, более разделенная. Да, он все время говорил, что вот и здесь не справился, и здесь общество под тобой кипит, и разные протестные акции, и БЛМ, и коронавирус, ты в общем не совладал, что действительно большая вина Трампа здесь есть, вот и вина демократических губернаторов тоже. Вот, и две вот эти повестки, они тоже, собственно, все вот это последние полгода или чуть больше бомбардировали сознание этого американца. Что получилось? Значит, у нас получилась довольно любопытная статистика, но я сейчас не буду говорить о манипуляциях каких-то на выборы, или то, о чем долго Трамп говорил, что вот, собственно, меня предали, обокрали, действительно были довольно мягко, скажем, такие странные вещи на некоторых избирательных участках, но я склонен считать, что все-таки действительно вот этот задел по людям, проголосовавшим за Байдена, он достаточно был большой, хотя им, конечно, все не определяется, да, мы сейчас тоже об этом поговорим. И те манипуляции, которые имели место, ну, опять же, мне сложно говорить, потому что судебного решения нет, были ли это манипуляции или ошибки, ну, скажем так, определенные отклонения от того выбранного процесса, который должен быть, они по большому счету не оказали вот это вот решающее все-таки влияние. Но мы будем говорить, как бы исходя из того, что есть, без тех, скажем так, вещей, которые мы не можем с вами лично проверить, и мне показалось любопытным следующее, что Трамп в 16-м году обогнал Хиллари Клинтон, проиграв по числу проголосовавших за него граждан, но победив по числу выборщиков, собственно, 306 на 232. Именно такой расклад, точно такой же расклад мы увидели в этом году, только уже не в пользу Трампа. То есть точно с таким же счетом победил Джо Байден, причем достаточно интересно, что там так называемых faithless electors, которые, скажем так, должны проголосовать за красных, а голосуют за синих, или наоборот, их не было. То есть все проголосовали строго в соответствии с теми данными и с теми, скажем так, директивами, которые были даны от каждого штата, что американцы полагают здравым для их системы, для демократии, для стойкости институтов. Что нужно нам с вами по поводу знать, по поводу то, что называется popular vote, то есть голосование среди граждан. В американской истории было несколько таких случаев, когда, скажем так, число выборщиков не соответствовало числу проголосовавших граждан, но это понятно, из-за системы того, что, по сути, один голос выборщика в разных штатах имеет разный вес, скажем так, и разное наполнение со стороны избирателей. То есть, условно говоря, голос выборщиков в Калифорнии, вернее, голос простого гражданина в Калифорнии весит меньше, чем голос простого гражданина в Вайоминге или в Кентукки, потому что в Калифорнии больше людей не дают определенное количество выборщиков, а в Вайоминге меньше выборщиков, но, по сути, получается, что меньшее количество людей дают большую власть своему выборщику. И так получилось, что, собственно, действительно в 2016 году у Хиллари было преимущество, то есть мы видим, она набрала больше голосов среди избирателей, но Трамп победил вот в этих ключевых колеблющихся штатах, вы видите вот эти вот зазоры, которые имеют место на разных избирательных этапах. В этом году, по тем данным, которые есть, хотя я так полагаю, что американцы там по-прежнему считают, но вроде, по крайней мере, есть уже, скажем так, наиболее устойчивые официальные данные. За Байтона проголосовал 81 миллион 268 тысяч 867 человек, за Трампа 74 миллиона 216 тысяч 747 человек. То есть достаточно такой хороший задел, хотя, опять же, в колеблющихся штатах, повторюсь, тех, которые определяют в конечном итоге исход американского голосования, вот эти вот перевесы были такими же минимальными, как когда победил Трамп, и поэтому было очень важно там их посчитать, посмотреть, пересчитать, так ли поголосовали, не было ли так называемых там вбросов, карусели и прочих всей этой истории. Но, собственно, Верховный суд США решил, как решил, что не было этих манипуляций, или даже если они были на исход голосования, не повлияли, поэтому мы, собственно, исходим из того, что есть. Да, вот, собственно, финальный счет, и пока, и на карте здесь изображены желтеньким штаты, которые внесли, скажем так, решающие, или были интересны с точки зрения голосования, то есть даже объединен Техас, где впервые за многие годы было непонятно, точно ли там Трамп возьмет до последнего, хотя потом уже понятно, что он победил и достаточно неплохо. Но, вот, обратите внимание, вот этот счет 306 на 232, почему Трамп на самом деле эти выборы, ну, скажем так, он уступил, да, но не проиграла, его повестка по большому счету тоже не проиграла. По подсчетам Гарвардского университета они провели около 10 тысяч симуляций разных вариантов, вот представьте, ну, естественно, с компьютерными, с разными программами, и 10 тысяч симуляций выдало им, что Байден должен был победить с преимуществом 340 на 198, да, то есть, Трампу давалось достаточно низкое количество выборщиков, полагали, что сильно меньше за него проголосуют, я не знаю, ну, вернее, там нужно читать, разбираться, какую методологию они для этого использовали, коллеги из Гарвардского университета, но это, в принципе, резонировало со всей, со всей той социологии, которую они, разные американские ведомства давали на протяжении всей выборной кампании, что Байден лидирует и с достаточно большим солидным преимуществом, в день выборов и в последующие дни оказалось, что вот этого огромного преимущества все же социологически нет, и достаточно нервно демократы себя чувствовали долгое время, полагая, что ну как же так, вот опять мы чего-то там неправильно посчитали, но в конечном счете победил, обращаю ваше внимание, что по сути, что случилось, что вот видите, темно-синим выделены штаты и на первой карте темно-красным, первая карта, которая слева вверху, да, это кампании Клинтон и Трамп, и вот темно-красным выделены те штаты, которые Трамп, то, что называется, flipped, да, то есть выиграл, раньше они были, вот в 12-м году в этих штатах проголосовали за Обаму, а не за Ромни, и демократы победили, и опять же, если помните мои первые слайды, да, демократы вот на основе той методологии подсчета выборщиков считали, что они эти штаты выиграют, Трамп их переиграл, да, то есть вот эти все штаты, которые выделены темно-красным, они отошли ему. На второй карте, собственно, в нижнем углу, в правом представлена у нас социология по этим выборщикам, то есть они, вот эти выделенные темно-синим, это те, которые в итоге отыграли, ну, если сравните две эти колонки, это, в принципе, видно заметно, да, что, как это работает. Они, победа, конечно, важная, имела место в Аризоне, вот когда говорят там, Неваду считают, я тоже, честно сказать, не очень понимал интригу, потому что Невада, как бы она и в 16-м году была за демократов, здесь ничего такого удивительного с этой точки зрения не произошло, а Аризона, да, действительно долгое время это, скажем так, вот тот штат, где доминировал, штат Маккейн, сенатор, да, на непокойный, республиканский, здесь не совсем работает аргументация, которую я иногда слышу, потому что Трамп против Маккейна пошел, начал критиковать Аризона, в 16-м году Трамп ее выиграл, когда он уже критиковал Маккейна, вот, мне эти факторы важны, но она действительно посинела, вот, собственно, отошла Трамп, и, вернее, простите, конечно, Байден, и Джорджия тоже достаточно такой неприятный был для Трампа сюрприз, ну, и, конечно, самые главные, это Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, которые он выиграл, Клинтон, и в итоге это обеспечило ему победу, сейчас он именно Байден их уступил, и, собственно, это гарантировало его поражение. Притом, обратите внимание, штат Айова, он за собой, как бы, затрепил и держит, а не отдает, что достаточно тоже любопытно. Здесь нужно отметить, что демократы, при том, что, да, скамейка запасных элиты демократической очень короткая, ну, что там, Байден уже достаточно в преклонных летах, но они, скажем так, сделали правильный ход, потому что Байден, он действительно, скажем так, человек, за которого, которому симпатизировал традиционный электоратрам, то есть те же самые белые возрастные мужчины, и какую-то часть, тем самым, демократы пытались, то есть это была не женщина из эстаблишмента, у которой был высокий интересен, да, я про Клинтон, естественно, а вот человек, который тоже близок к сердцу, скажем так, возрастного белого мужчины, и с этой надеждой они полагали, что Байден должен отторгнуть вот эту часть белосов от Трампа, а Камала Харрис, женщина нескольких там цветов и понамешанных рас и этнических принадлежностей, она должна, собственно, взять электорат цветного населения, да, давайте теперь посмотрим внимательно, как в итоге все это сработало, и так ушли, проиграл Трамп, здесь исключительно как бы статистика и цифры, вот в колонке с права, вот под звездочками, да, которые белые, 58, 37, это, собственно, данные 2012 года, как проголосовали тогда, собственно, американцы и за кого, ну, естественно, красные за республиканцев, синие за демократов, а вот все данные, которые на английском, буквально только недавно относительно поступили, еще там их не успели там полностью даже обработать, поэтому я не успел их как бы перевести, там, изложить на русском языке, но я думаю, в принципе, понятно, это, собственно, данные этого голосования, и вот обратите внимание, да, в 2016 году белые, проголосовавшие за Трампа, 58% и 37% за демократов, афроамериканцы 8% всего лишь за республиканцев и 88% за демократов, азиаты и латинос в равной пропорции 29% за демократов, ой, простите, за республиканцев и 65% за демократов, что мы имеем в этом году, республиканцы сохранили точно такой же, Трамп сохранил точно такой же процент белых, который голосовал за него в 2016 году, то есть 58% но действительно угадали в этом плане демократы с Байденом, Байден принес им на сколько, на 4% больше, да, 41% белых голосов, но обратите внимание, что афроамериканцев, проголосовавших за Трампа, по сравнению с 2016 стало больше, аж на целых 4%, было 8%, стало 12%, а у демократов на 1% поддержка среди американцев упала, у латиноамериканцев тоже подросло на 3%, вы видите, а у азиатов так и вообще достаточно неплохо выросла вот эта поддержка Трампа по сравнению с тем, что было в 2016 году, и это достаточно любопытно, то есть это говорит нам возможно о том, что та риторика демократов о том, что Трамп там расист, что за него только там белые супремасисты голосуют, она все-таки не сработала, но понятно, что по партийным линиям здесь в принципе проголосовали так, как и должны были проголосовать, любопытный расклад по гендерным вот этим всем делам, то есть за Трампа проголосовало 53% мужчин, на 1% больше, чем было в 2016, кстати, и за собственно демократов проголосовало 45% мужчин, что тоже больше, чем было, и женщины соответственно, да, действительно больше проголосовали за Байдена, чем проголосовали даже за Клинтона в 2016 году, 57% в сравнении с 54%, но и за Трампа тоже проголосовали, то есть нам, мы видим, что голосовали по тем же линиям, как и было в 2016 году, но с большими процентами, то есть действительно, вот этот запрос на высокую явку, она была самая высокая американская история, он сработал, он, конечно, сработал, ну здесь уровни образования, возрастные группы, та же самая история, что в принципе в основном возрастные люди голосовали за Трампа, то есть старше 50 лет 64 и выше 60-50 все голосовали большей частью за Трампа и чуть меньше за демократов, и, кстати говоря, тоже довольно любопытно, что наиболее состоятельные американцы, то есть те, у которых доход от 100 до 200 тысяч долларов в год, в основном голосовали за Трампа, а не за Байдена. То есть здесь достаточно такая любопытная картинка у нас вырисовывается. Что нам нужно как бы дальше понимать, Байден избрался, все, вся вот эта электоральная кампания закончена, республиканцы говорят, что безобразие система, ну это каждый раз говорят после любых американских выборов, говорят, что надо что-то делать с этой системой выборщиков, она несовершенна, тут еще собственно голосование по дистанционке и по почте внесло определенные такие неудобства в плане подсчета и верификации голосов. Нужно что-то с этим делать. демократ демократ говорит, что нет, все нормально, это ваши конспирология, потом говорит, ну да, давайте, действительно нужно что-то делать, но давайте об этом подумаем, когда тоже Байден принесет присягу на инаугурации, тогда уже будем с этим разбираться. Собственно, мы в этом смысле переходим, ну пока еще там есть важные процессы избирательные на его как бы в плоскость того, что Байден президент, исходим из того, что президент, ну тем более, собственно, российский президент его тоже поздравил, значит, он теперь официально президент. У любого руководителя, у любого президента американского прежде всего в этом смысле есть такие вот три измерения, три основных роли, в которых он себя видит, в которых он работает, как бюрократ, как политик и как главнокомандующий. Как бюрократ, конечно, Байден сейчас максимально должен показать, что он более дееспособный руководитель, чем Трамп. Как это нужно показать? Максимально быстро осуществить вот этот транзит власти, максимально быстро посадить своих людей на ключевые должности, максимально быстро провести их утверждения в Конгрессе, максимально оперативно назначить послов в основные американские страны, которые там так и не были некоторых назначены на протяжении трамповского президентства или какая-то достаточно серьезная чехарда была, и показать, что он умеет вообще управляться с государственной машиной в целом лучше Трампа. И это действительно правда, потому что, ну, все-таки Байден больше там 30 лет сидел в Сенате, он прекрасно знает, как работает законодательный орган власти, он был 8 лет вице-президентом, он прекрасно понимает, как работает исполнительная власть, он был председателем профильных комитетов собственно в Конгрессе, которые занимаются и с законотворчеством, и международными отношениями, то есть он прекрасно понимает, как работает и судебная власть в Соединенных Штатах, и в принципе, как организована внешнеполитическая машина, то есть он действительно по всем фронтам, как и его люди, достаточно такие дееспособные бюрократы. У Трампа, как мы помним, была серьезная проблема наскрести по сусекам на своих, собственно, кандидатов, чтобы найти кого-то назначить, потому что он заявлялся как человек несистемный, дескать, никого из Вашингтонского болота брать он не будет, в итоге из Невашингтонского болота был только один Рекс Тилерсон, тот недолго пожил, собственно, на посту городсекретаря, а остальные все были так или иначе представителями того самого Вашингтонского болота, о котором Трамп говорит, но это все-таки был иной тип политиков, и они, конечно, были чуть менее деспособными бюрократами, чем те, которых приводит Байден. Второе, как политик, Байден, конечно, должен заботиться о том, чтобы, я не знаю, там разное говорит, что он сам хочет переизбираться, но все-таки лет ему будет много, он, в общем, заинтересован в том, чтобы его партия осталась у власти как в Белом доме, так и взяла контроль над Конгрессом. Будет достаточно важный выбор в начале января в Джорджию, которую либо позволят демократам сохранить контроль в Сенате, и это будет очень значимо и важно, потому что довольно долго, если не ошибаюсь, может быть, Гарфилда, по-моему, президент, который побеждал на выборах, принимал в страну, где Сенат был под контролем другой партии. То есть, если так будет, конечно, многие инициативы Байдена, особенно по внешней политике, будут зарублены на корме. Но нужно посмотреть, как пройдет. Пока все говорят, что шансы у республиканцев выше дает им это небольшое преимущество в Сенате, но пока нужно дождаться. Если, конечно, вдруг демократы победят каким-то чудесным образом, то в руках демократов окажутся полностью собственно исполнительные и законодательные органы американской власти. Я думаю, что они, в принципе, будут работать над тем, чтобы изменить свою пользу и формации в Верховном суде. Тем более, что там есть, кого уже поменять на своего человека. И, естественно, как политик, он должен думать о том, как победить на следующих выборах. Поэтому есть такая популярная присказка, что американские выборы, новые выборы в Америке начинаются на следующих день, как только завершились старые. То есть, вот эти выборные циклы, как шестеренки, крутятся постоянно. И в этом смысле, конечно, ему нужно принять какие-то шаги, которые, с одной стороны, укрепят его демократическую базу, а с другой стороны, немножечко, так скажем, институционально поднимут демократов над республиканцами. Ну, сейчас лежит одним из первых проектов, которые, собственно, Байден, законопроектов, на которые он рассчитывает, что пройдет в Конгрессе, это изменение иммиграционного законодательства. Я думаю, будет там серьезная рубка по этому вопросу, который потенциально, там разные цифры называют, от 11, вроде как, официальные, до 20, такие вот те, которые республиканцы предлагают, миллионов нелегальных мигрантов могут получить американские паспорта. Все это, конечно, 98% так точно, это потенциальные избиратели-демократы. То есть, на долгую перспективу демократы пытаются вот тем самым, как бы, да, изменить баланс сил в свою пользу. Ну и третье измерение, это, конечно, Байден как главнокомандующий, да, то есть, целый набор разных внешних угроз. В этом связи есть несколько приоритетов, да, для Байдена. Первое, это краткосрочное, связанное с тем, что необходимо, ну, победить, как-то коронавирус или что-то с ним сделать. Соединенные Штаты, первая сторона, и уже долго удерживают они лидерство в этом неприятном рейтинге, и по числу зараженных, и по числу смертей. То есть, ну вот сейчас, по-моему, даже уже вышла, да, вакцина, начался этот процесс, но нужно это все по стране развернуть, Америка все-таки очень большая страна, и вот здесь некоторые назначения, в частности, министра обороны, как ни странно это может звучать, но связаны также с необходимостью военных участвовать в том, чтобы как можно скорее страну вакцинировать и принять иные меры по остановке распространения коронавируса и по профилактическим миром. Это самое главное, что сейчас нужно сделать, да, для многих. Среднесрочный, собственно, проект, это реформа полиции, миграционного законодательства, о котором я уже сказал, внутри страны и вовне, это возвращение Америки в покинутые при Трампе международные институты и договора, да, то есть это и Парижское соглашение, и разные структуры ООН, и еще некоторые там договора, из которых Трамп уходил, вот, но вот это вот среднесрочная перспектива, которая будет поручена такой вот бюрократии высокого звена после Петарева и сотрудников администрации. Ну, и есть, конечно, долгосрочный, то есть, опять же, здесь нужно понять, что краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный в конкретном президентском цикле, да, то есть, долгосрочный, то, над чем Байден будет работать на протяжении всего своего президентства, ну, или пока, по крайней мере, он останется у власти, да, то есть, это необходимость перевода, как он говорил, американской энергетики на зеленые рельсы, борьба с изменением климата, то есть, climate change будет главной, возможно, повесткой, ну, точно одной из трех главных вопросов на американской повестке, дальнейшая модернизация американского военного арсенала, развитие американской технологической экосистемы, и здесь, конечно, целый набор, связанный с противостоянием с Китаем, как это все будет происходить, и все, что с этим связано, вот, нам кажется, что как бы среди этих приоритетов нет России, дескать, а где мы? И здесь нужно отметить, что мы есть везде, и в не очень приглядном для нас таверной качестве. Дело в том, что идеологически администрация Байдена, она, ну, скажем так, неоднородная, пусть она не совсем разношерстная, но она неоднородная. Политику, известное влиятельное издание в Америке, даже называют ее Team of Rivals, команда соперников. Помимо того, что там есть личные амбиции, есть некоторые разногласия такого идеологического или квази-идеологического порядка. Кто-то считает, что нужно продолжать линию Обамы, кто-то полагает, что необходимо все-таки пересмотреть и посмотреть критически на наследие Обамы иначе себя вести. Плюс есть еще прогрессивисты, так называемые, это крайне левая крыла партии, которых вообще своя повестка и которых Байден пообещал инкорпорировать в администрацию, но уже сейчас понятно, что от основных ключевых постов он их потихонечку отодвигает, а если и берет, то фокусирует на внутренних процессах, а не на внешнеполитических. Но для всех вот этих идеологически разнородных товарищей общим знаменателем является постулат о том, что при Трампе Америка утратила свое лидерство, как они его понимают, и Америка, и мир стал в принципе менее демократичным, демократия в огне, демократия под угрозой, нужно срочно что-то спасать, что-то делать. И здесь есть два момента, то есть необходимо как спасать демократию внутри западного сообщества заклейнить и искоренить популистов, которые против вот этой либеральной демократической повестки выступают, типа Трампа, того же, самого главного повалили, теперь возьмемся за других. А вовне это противостоять того, что американцы называют авторитарными системами, Россия, Китай, даже свои ближайшие союзники, Турция, Саудовская Аравия. То есть это борьба с популистами внутри и с авторитарными лидерами снаружи. И в этом смысле, конечно же, для России эта повестка означает довольно более конкурентное состояние международной системы. Возможно, если позитивы какие-то искать в этой картинке, можно считать, что, наверное, пришествие Байдена это третий шанс на внутреннюю мобилизацию, модернизацию, если считать первым шансом посткрымскую историю и вот санкции, если считать вторым шансом коронавирусной пандемии. И вот приход Байден такой третий шанс мобилизовать, посмотреть на себя политически и что-то делать, как-то меняться. Но здесь нужно исходить из того, что, конечно, и российская внешняя политика, и российское государство, и российская элита будут держаться в достаточно таком высоком тонусе, если не сказать напряжении. Администрация не скрывает того, что, в принципе, они готовы вводить новые санкции, еще более жестко давить на российское руководство именно санкционными механизмами. И здесь, конечно, вот эти истории последних дней двух хакерских атаках новые лично меня немного настораживают, потому что мы, я в том числе нужно признать, полагали, что как только Трампа не повалили, история с российским вмешательством как фактором внутренней политики в Америке она закончилась. И теперь Россия, дескать, вернется на свое законное место, в кавычках законное, геополитического противника, внешнего противника. Оказывается, и вот тоже, о чем я сегодня уже написал в телеграм-канале политобразеватель, о том, что, скорее всего, вот эти контуры внешней политики байны в отношении России будут формироваться или на стыке, или вот в смешении двух вот этих факторов. Это будет и внутренняя история с тем, что Россия по-прежнему там атакует, влияет и пытается всякие гадости сделать внутри Америки. И внешняя, связанная с тем, что Россия, конечно, противник и давит на американские позиции по всему миру. И в этом смысле вот статья, которую я как раз сегодня писал в New York Times, она довольно-таки показательная. Да, говорят, что, смотрите, ничего не изменилось, даже при Трампе Россия стала еще более злее и напористей, с ней необходимо что-то делать. Ну и характер, собственно, руководства российского такой, что договариваться с ним все сложнее и сложнее, если вообще можно. Поэтому вот такая вот, дескать, дилемма представляется. Мое личное мнение, и вправе, конечно, с ним подискутировать, в том, что нет, на самом деле, намерений внутри администрации выходить на какие-то договоренности с Россией, кроме, пожалуй, там, пары-тройки сюжетов, включая, там, может быть, контроль над вооружениями, может быть, в теории, там, иранскую сделку, может быть, что-то в Северной Корее, может быть, продолжение деконфликтинга в Сирии. Но повестка сама по себе очень скудная, и у меня есть такое вот ощущение, что для Байдена вот этот путь такого постепенного удушения, учитывая, там, внутри российские реалии, он выглядит более таким искусительным, чтобы пойти по нему. А разговоры о том, что необходимо подумать, как с Россией работать, это такой вот, скорее, из истории конструирования нарратива о том, что мы хотели, но вот сами видите, что опять не получается, и опять же, не из-за нас. Поэтому я в плане перспектив администрации Байдена и отношений с Штатами России на ближайшие годы скорее такой вот скептик. Здесь последний момент, я на этом закончу, перейдем к вопросам и ответам. Здесь нужно понять, что Байден это не повестка обновления, даже довольно любопытно, что его, вот у 78-летнего президента, ныне избранного, Америки, избирательная кампания шла под лозунгом что-то там move forward или что-то такое, то есть в движении вперед. Это не повестка обновления, это не повестка движения в будущее, это скорее возврат в ту зону комфорта, где Америка пребывала с окончания холодной войны. А раз объективно, и даже внутри Америки это понимают, этой зоны комфорта нет больше, да, вот этот, он же назывался, назывался тогда unipolarity moment, момент однополярности. И американцы, которые считают, что нужно туда вернуться, фокусируются на слове unipolarity, однополярность, а те, кто более критически, на это смотрят, что это все-таки был момент, он уже ушел. Но раз этой зоны нет, нужно сделать все, чтобы она снова возникла. И даже если для этого потребуется вот этот шейминг пресловутый несогласных внутри Запада, те самые популисты, о которых я сказал, и зон комфорта других стран, вот этих так называемых авторитарных режимов. Спасибо за внимание, коллеги, и с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы и поучаствую в дискуссии. Большое спасибо за лекцию. И у нас поступил первый большой вопрос, который я предлагаю автору озвучить самостоятельно. Прошу вывести. Автору вопроса? Конечно, да. Хорошо, с радостью. Так, существует следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Да, прошу прощения. Филишкин Алексей, ученик третьего курса дипломатии и политики зарубежных стран. Есть следующий вопрос. Я посещал курсы традиционной политики стран Запада и там в том числе была лекция, посвященная США. И оттуда в том числе, а также из дополнительных некоторых исследований, я получил сведения о том, что существует мнение, что на данный момент происходит колоссально важное с культурной точки зрения столкновение двух полюсов ценностей действительно в Америке. и то, что сталкиваются республиканская партия, которая олицетворяет традиционную белую протестантскую Америку, традиционные ценности, белая раса и протестанты как больше религиозный ценностей. И сталкиваются они с демократами, которые олицетворяют прогрессивную цветную мультикультуралистскую Америку. То есть прогрессивные ценности, расовая многополярность и мультикультурализм. И вопрос состоит в следующем, базовый. Верна ли эта мысль в принципе? И если она верна, то насколько вероятно то, что победа или поражение той или иной стороны в выборах в данном случае приведет к контрастному столкновению интересов и к тому, что американское сообщество окажется разорванным, так как реформы в одну или в другую сторону будут противоречить интересам противоположной половины населения. Ну не половины, а противоположной части. Мы будем как бы все вопросы брать? Или часть? Я бы взял один за одним, потому что у нас еще 25 минут. Хорошо. Да, спасибо большое. Любопытная действительно точка зрения. но у меня она имеет место быть, я тоже ее слышал. В принципе, я думаю, что так или иначе дискуссии у нас в стране во многом по этим линиям тоже идут. Ну, здесь нужно, наверное, сказать прежде всего о том, что, в принципе, вот эта линия разлома, вот такого большого, о котором мы сказали, она-то, в принципе, сопровождает Соединенные Штаты со временных фактических оснований. да, и в этом плане и гражданская война, и движения там за освобождение рабов, и все вот эти инициативы, и в конце 60-х, 70-х годах всякие эти движения за права человека, подъемах, ну, прежде всего, конечно, гражданская война, они говорили, скажем так, периодически нам напоминают о том, что в своей основе Америка это вот соединение, ну, как минимум двух вот этих больших систем, да, одного то, что Крылова называет таким прогрессивистским, другое консервативным, либеральным, консервативным, потому что внутри, вот, и это, как бы, ну, некая такая норма, некая константа, которая в американской политике есть. Второй момент, что вот эти линии разломов стали чуть тоньше, их стало чуть больше, наверное, нам американской политики за последние несколько лет, и они стали одно на другое накладываться, да, то есть вот есть расовая у нас, ну, в Соединенных Штатах имеется проблема, но она, скажем так, стала совпадать со социально-экономической, да, что афроамериканцы полагают, что, ну, вот есть американская мечта, но она не для нас. И, кстати, на уровне политической риторики тоже достаточно диссонансно, она выходит для демократов, да, вот с одной стороны выходит Барак Обама и Камала Харрис и говорит, то, что я перед вами сегодня здесь стою в качестве там президента или вице-президента сейчас, это показатель того, что американская мечта работает, да, что каждый, приехав там, его дедушка, бабушка, или он сам, может достичь достаточно больших высот, если там трудится и прочее. А есть другой нарратив и тоже в демократической партии, да, или в Лоне, ну, такой же, более такой лево-радикальный, что на самом деле ничего не работает, и вот у нас есть кругом в стране системный расизм, не белым места нет, и, в общем, полное безобразие, нужно с этим что-то делать. И вот вопрос, такой нарратив, который сигнализируют демократы внутри Америки и остальному миру, он дееспособный. То, что Америка по-прежнему американская мечта, или то, что есть системный расизм и все вот эти кучи проблем, против которых протестовать ходят. И как бы внутри, и это второй аспект. Третий аспект, о котором я уже в обоих случаях упомянул, что партии сильно радикализованы внутри себя, то есть мало того, что есть вот этот большой водораздел внутри страны, так еще и водоразделы внутри каждой партии. И здесь идут вот эти циклы радикализации, может их так можно назвать, где избрание Обамы стало ответом на политику республиканцев при Буше. А избрание Обамы в свою очередь толкнуло республиканскую партию на такой вот мини-раскол и создание партии Чаепития, более таких консервативных радикальных республиканцев. А партия Чаепития в свою очередь толкнула на раскол демократов на вот этих прогрессивистов, с которым часто ассоциировали Обаму, хотя он был наверное где-то посерединке между прогрессивистами традиционными демократами и скажем демократами истеблишмента. И сегодня мы видим, что у прогрессивистов больше драйв, то есть больше электоральная поддержка, больше спонсорских денег и скажем так мысль бьется, то есть у них кипит голова интеллектуально, что делать, куда подаваться, вот тех нужно этого, те ЛГБТ инкорпорировать, черный больше прав, экономику зеленую, то есть у них мысль бьется, а вот традиционно демократического истеблишмента не очень бьется, ну во-первых они там сильно старше, вот мы видим их, они чувствуют, что их поджимают более молодые однопартийцы и нужно что-то с этими делать и одновременно демографические тренды тоже складываются как бы не в пользу и демократического истеблишмента традиционно и республиканцев тем более, то есть в Америке становится численно меньше белых, больше, ну условно в кавычках цветных, сильно как бы общество вот на такие страты делится там по-разному этим самым уровнем идентичности, да, и там ЛГБТ-сообщество и прочее, 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 вот, и не совсем не всегда понимая, как на это реагировать, иногда те же демократы, ну с республиканцами это понятно, в принципе для них если они вот молоток, как в известной присказке, да, что все остальное гвозди, надо там всех закручивать, забивать, то рестеблишмент демократов, он тоже не совсем понимает, как бы, что на это делать и есть вот такие вот шатания, да, с одной стороны Байден там на время избирательной кампании падает на колено и говорит, что я поддерживаю движение Black Lives Matter, а с другой стороны потом говорит, ну нет, и Камала Харрис говорит, что нужно там перестать финансировать полицию, а потом они говорят, ну нет, подождите, может, не все так плохо, давайте что-то с этим подумаем, сначала, когда там вырушат памятники конфедератам, они говорят, да, мы за это, нельзя, чтобы в Америке память о расизме жила, а с другой стороны говорят, ну подождите, может быть, все-таки нужно подумать о том, как нам страну чуть больше, ну не разделять еще и такими темами, то есть я думаю, что вот эти линии разломов есть, на них пока у них нет правильного ответа, я думаю, что если демократы сфокусируются на том, на чем они фокусируются сейчас, что вот Байден победил, он победил, сколько мы там сказали, 81 миллион на 73, да, или на 72, или на 74 миллиона, то есть таким вот отрывом, то есть вот это количество, там сколько там, 6-7-8 миллионов американцев больше поддержали Байдена, следовательно, эта повестка правильная, в то время, как республиканцам говорят, ну подождите, да, на 6-8 миллионов у вас больше, но все-таки 72-74 миллиона против, то есть половина страны фактически, или по крайней мере тех, кто может голосовать против, то есть вы не можете не учитывать, и если демократы будут продолжать не учитывать эту позицию, а я думаю, что я не буду продолжать для следующих будет, ну такой Трамп 2.0 какой-нибудь, да, но с другой стороны, повторюсь, что действительно вот эти тренды демографические, они не всегда в пользу пока республиканцев, хотя мы видим, что цветное население все-таки на этих выборах уже больше даже проголосовало за республиканцев, чем они голосовали до этого за демократ, то есть есть такое-то разочарование, вот, но страна действительно такая, да, поляризованная, есть сложности, я думаю, пока они держатся на склей, который склеивает все вот эти разногласия и разрывы, это институты, пока еще вера в эти институты и их как бы дееспособность, вера в какие-то ценности, демократию, но мне, кстати, вспоминается любопытный эпизод, байку такую расскажу по поводу американской мечты, и на этом свой ответ на ваш вопрос завершу, потому что вижу, что другие вопросы поступают, есть такой вот остров возле Нью-Йорка, возле Манхэттена, Элли-Айланд, куда приезжали мигранты из Европы в основном, в Соединенные Штаты, и там есть музей миграции, и вот в музее миграции есть такая большая выставка разных там чемоданов, саквояж, которые привозили мигранты, и над ними такая большая, на всю стену плакат висит с фотографией итальянских мигрантов и подписью одного из итальянских мигрантов, и там написано изречение одного из мигрантов итальянских, он говорит, когда я собирался ехать в Америку, мне все говорили, что дороги там вымощены золотом, когда я приехал в США, я обнаружил три вещи, первое, дороги не были вымощены золотом, второе, дороги не были вымощены вообще, и третье, я должен был их вымощивать, это такая квинтэссенция, над которой сами американцы где-то так с горечью подшучивают, американской мечты, то есть правда, что вы можете приехать и получиться, или на самом деле вот так все. Можно второй вопрос взять? Да, короткий, но емкий вопрос от Алексеева Василия, магистранта первого курса по программе «Внешняя политика России». Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, США изменят свою политику в отношении Сирии и Украины? Ага, ну, я думаю, что не изменят, потому что это не в том, в другом случае, как в свое время говорила бывшая старший советник Обамы по России Селест Воландер, эти конфликты «it's not about Syria and Ukraine», как я говорил, «it's about American leadership». здесь фокус не столько в каких-то интересах Америки в Украине, на Украине и в Сирии, а в том, что своими действиями и вообще этими конфликтами Москва, как бы, по мнению демократов, посылает опасный сигнал остальному миру и американским конкурентам, прежде всего, Китаю, что можно вот так вот, собственно, безнаказанно бросать вызов интересам Соединенных Штатов и союзникам или тем силам, которые с ними солидарны, и им за это ничего не будет. Это, дескать, недопустимо. Я полагаю, ну, по крайней мере, опять же, есть тревожный сигнал, то есть, с одной стороны, действительно, Байден был более осторожен и Трамп, например, поставил Джовелина на Украину, а Байден нет. Я в случае с Украиной вижу сложность в том, что не столько, что сами американцы будут там что-то провоцировать или что-то делать, сколько украинская руководство будет воодушевлено тем, что победил Байден и, как бы, думая, что это будет такой определенный уровень доверия и поддержки серьезной со стороны Америки в случае потенциального века напряженности с Россией, они будут действовать более так наступательно, агрессивно, может быть, где-то и провокативно с точки зрения российских интересов и российской позиции. И вот здесь, конечно, сложность, как на это отреагировать так, чтобы не спровоцировать крупный конфликт с Соединенными Штатами по другим направлениям. А в Сирии достаточно тревожные заявления были Блинкина накануне президентской кампании, он говорил, что Блинкин, который назначен Байденом госсекретарем, или будет потенциальным госсекретарем, если пройдет утверждение в Конгрессе, о том, что необходимо исправить самые крупные ошибки Обамы, как он это видел, и самая крупная ошибка Обамы, он видел то, что в Соединенных Штатах не оказали достаточного уровня поддержки сирийской оппозиции в свое время, и вот, дескать, нужно это вернуть. Как это будет выглядеть, все задаются вопросом после этих слов, дескать, что там можно сделать, вроде как конструктивного ничего, а если это такой вот своеобразный game of denial, то есть будем все делать, главное, чтобы в России ничего не получилось, то для России, я думаю, что тоже мало чего хорошего это может выглядеть, но я думаю, что ключевым здесь будет вопрос по тому, как все-таки размежевать Россию и Турцию в Сирии, потому что есть определенные заходы американцев к руководству турецкому с тем, что американцы поддерживают турецкую операцию в Идлибе, чуть сложнее они относятся к турецкому присутствию в Заефратии, потому что американские союзники другие курды находятся, ну вот я думаю, что по вот этим линиям так или иначе будет администрация действовать, тем более, что есть разговоры о том, что многие из тех, кто у Обамы работал именно на сирийском направлении, там Брент МакГерк по ИГИЛ, был, собственно, спецпосланник по борьбе с ИГИЛ, он тоже может вернуться, это такая достаточно жесткая и неприятная для российской дипломатии линия. По СНВ-3 я вижу следующий вопрос, какой по нашему мнению будет политика штаба Байдена в вопросах ядерного разоружения и дальнейшей судьбы договора СНВ-3. Я думаю, что скорее всего СНВ-3 они продлят на какой-то период, я не знаю на какой, мне лично не очень верится, что это будет на пять лет, потому что как бы это оставляет, скажем так, для следующей администрации этот вопрос, и если бы, ну как бы это возможно, если бы они не хотели демократ ничего серьезного в этом направлении предпринимать, но мне кажется, что, ну может быть, не исключено, но по-другим, я думаю, что в принципе позиция довольно консенсусная, ну я думаю, что продолжат так или иначе ядерную, модернизацию ядерного арсенала своего продолжат развивать другие вооружения, то есть были, конечно, такие спекулятивные ожидания, что Байден придет, расходы на военный бюджет в Америке сократятся, но даже вот после назначения или, скажем так, номинации Ллойда Остина на пост военного, министра обороны бывшего военного генерала, даже внутри демократической партии начали звучать вот эти разочарования в том смысле, что ну вот бывший военный вряд ли будет педалировать тему, чтобы сократить финансирование, то есть скорее всего будет дальше наращиваться военный бюджет или, скажем так, доля военных расходов в американском бюджете. Следующий вопрос от Анатолия Щекина третьего курса МОО. Как вы считаете, чем закончится и закончится ли торговая война между США и Китаем при Байдене? Произойдет ли окончательный декаплинг? Да, разведение, да, вот этого вот, ну, очевидно, по-моему, что это большая, конечно, отдельная тема, долго нужно, наверное, про нее говорить. Я не знаю, конечно, чем она закончится, это торговая война. Я думаю, что она будет продолжена, но в более, ну, есть несколько таких, да, вариантов, над которыми сейчас демократы думают. Значит, вариант первый, перевести, во-первых, снизить всю вот эту негативную риторику, которая звучала из Вашингтона на протяжении президентства Трампа, снизить фокус на том, что главный враг это, собственно, компартия, убрать вот эту вот такую воинственную риторику, и перевести вот эту борьбу в партер, да, что называется, в институциональные какие-то структуры и через международные структуры, и через международные институты давить на Китай, вот потихонечку поджимая его по каким-то конкурентам для Америки направления. Если это будет так, сторонники более жесткого подхода, вот такого трамповского в отношении противостояния с Китаем, говорят, что если будет так, то это дает Китаю то, что называют breathing space, да, пространство для передыха такого, то есть Китай может использовать, потому что это, собственно, то, где он силен, вот эта конкуренция в международных институтах, где китайцы более ловко и искусственно действуют, чем в такой вот лобовой атаке, когда они не знали, как на трамповские вот эти выпады отвечать, так же жестко или как-то помягче, потому что вроде так же жестко, не совсем в их стиле, да, вот именно так открыто, а помягче результата бы не давало. А вот то, что предлагает формат конкуренции Байдена, для них может быть более таким вот удобным, что ли, где они одновременно продолжат наращивать мускулы и развивать свои преимущества, развивать свою техноэкономическую платформу, более конкурентную, делать ее более конкурентной, американской, и вот, собственно, таким вот образом. Для Байдена здесь важно найти разумный баланс с тем, чтобы попытаться как-то вовлечь Китай по тем направлениям, где они полагают сотрудничество с Китаем будет важно, например, тоже климат, и торговля, прежде всего, да, но одновременно не давать Китаю, скажем так, подрасти. Но, опять же, вопрос, очень важно, какими инструментами будут они сдерживать этот рост Китая. Я думаю, что в какой-то обозримой перспективе декаплинга не будет, все-таки достаточно прочно системы срочены. Я думаю, что, как и Трамп, вот в этом смысле, мне кажется, будет преемственность определенная, Байден будет стараться давить на третьи страны, которые пока избегают для себя делать выбор, с кем они вот в этой вот битве техноэкономических платформ китайско-американские, там на европейцев, на Индию, на государства Ближнего Востока, на Россию в любом случае будут давить, здесь уже не столько важно по какому вопросу, с тем, чтобы не давать китайцам, во-первых, расширить свой сегмент рынка, во-вторых, не дать им собирать, скажем так, вот эти большие данные, не дать им быстрее, чем Соединенные Штаты, развить более совершенный искусственный интеллект и более совершенной технологии 5G, я думаю, что вот по этим линиям она будет идти. Я, пожалуй, вас пользуюсь тем, что у нас есть еще 9 минут, и задам свой вопрос. Мой вопрос касается того, что будет делать дальше Демпартия, потому что есть соблазн успокоиться, как ни одна моя коллега, которая, ну она из США, но не эксперт по внутренней политике, сказала, ну нам для начала хотя бы Байдена просто успокоиться, а потом развиваться дальше, и может быть что-то более весомое в нашей внутренней политике произойдет, и будет президент женщина, или там, ну в общем, любые какие-то прогрессивные действия на политической арене. И вопрос в том, насколько Демпартия может ослабиться и через 4 года потерять свои позиции, потому что они не подготовили следующее поколение лидеров, или каким-то образом не работали со своей аудиторией, надеявшись на то, что переизбрание президента пройдет практически в полуавтоматическом режиме. Вот собственно про будущее Демпартии хочется. Да, это хороший вопрос, и здесь несколько тоже есть на направлении. То есть, вот все то, о чем мы сейчас сказали, оно, конечно, на уровне руководства или такой, скажем, верхушки бюрократической Демпартия осознается. То есть, вот буквально там несколько недель назад, ну до выборов еще, правда, очень несколько недель, не с чем-то, в фонде Карнеги за международный мир в Вашингтонском вышел большой доклад, как сделать американскую внешнюю политику более выгодной для американского среднего класса. То есть, и с этой темой я даже еще, когда там писал, разбирался с потенциальной внешнеполитической стратегией Клинтона в внешней политике Салливан, который вот ныне назначен Байтомом, советником по нацбезопасности, а тогда тоже Клинтон готовился к такой же роли советника по нацбезопасности. Он с ней, я такой нехороший, я ему слово употреблю, носится довольно давно, но носится в хорошем смысле, в том смысле, что он понимает, что вот победа республиканцев и повестка республиканцев, что ее делает такой приятной для рядового избирателя, что американцы говорят, внешняя политика Америки не работает на Ваш карман, она не работает на Ваше благосостояние, она, скажем так, зачем нам вообще там какую-то демократию в Ираке продвигать, или зачем нам это Парижское соглашение, зачем нам накладывать на себя какие-то ограничения по каким-то выбросам, зачем нам сковывать свое развитие тому, чтобы уступать там рынок китайцам или японцам или европейцам, зачем нам вся вот эта глобализация непонятная, из которой американцы все меньше получают дивидендов, а все больше наши конкуренты понимают, как этим сам работать. И вот я простой американец, сижу где-нибудь там в Агайо или в Айове пью пиво, и моя задача это как бы работать, да, и определить детей в колледж, там, смотреть по выходным футбол с друзьями, и как бы чтобы у меня было три машины, чтобы мой уровень потребления был такой довольно высокий, как он был при моих там родителях и дедушках, и чтобы мои дети так же как бы еще лучше даже меня жили. Это главная задача, которая последней, скажем так, вот это поколение, оно живет уже хуже, да, чуть-чуть, чем их отцы. И я слышу, что Трамп говорит более понятные и приятные для меня вещи, чем вот мне какой-то там Клинтон или Байден рассказывают о том, что Америка должна быть там лидер глобальный, там, и вообще вести с собой глобализацию. И вот Салливан, он достаточно умный, я думаю, что это вот находка такая для демократов, он, конечно, не очень будет, скорее, совсем неприятный для нас контрпартнер, но он вот в этой плеяде, мне кажется, займет достойное место, если сильно не накосячит во внешней политике американских советников по нацбезопасности, он сейчас самый молодой, 45 лет ему исполнилось, до этого самый молодой был Генри Кисенджер, 46 лет, а после него Кандализа Райс, 47, когда становились советники по нацбезопасности, нормальной компании, по-жизинскому 49, по-моему, был. И он говорит, ну, нужно эту повестку у республиканцев как-то перехватить, нужно планомерно, через речи лидеров, через конкретные практики, показывать рядовому американцу, вот, middle class, что конкретно значит та или иная внешнеполитическая инициатива для нас, потому что без нее мы будем говорить об одних каких-то абстракциях своих имперских амбициях, а американцы будут хотеть другого, и мы будем все время проигрывать. То есть, вот на уровне осознания это есть. Будет ли это как бы транслировано как-то на внешнюю политику, ну, конечно, будем посмотреть, что получится, что не получится. Вот на уровне осознания это есть. Мне интересно посмотреть, придет ли это в доктринальные какие-то установки, когда Байден опубликует свою, да, стратегию национальной безопасности. насколько это дальше именно, я думаю, что Салливан будет непосредственно одним из авторов, может быть, и авторов главных, он сам любит писать эти вещи такие, вот, доктрины американской стратегии национальной безопасности. Это первый момент. Второй момент, они видят, что нужно обновление, то есть, действительно, они не проделали ту работу, и в этом смысле вопрос, вот Атлан совершенно справедлив, они не проделали работу за 4 года по обновлению партии, они выставили человека еще старше Клинтона, да, но вот ниже его уже стоят люди чуть-чуть-чуть моложе, то есть, даже вот есть, конечно, все говорят, смотрите, какие все старики собрались, там, Нэнси Пелоси, да, там, спикер палаты представителей, там, уже бабуля, еще там, другие председатели комитета, все старенькие, но дальше у них уже подтягиваются молодое поколение, то есть, там, на смену Нэнси Пелоси, который сейчас будут там демократы пытаться потихонечку тоже сковырнуть внутри, уже двигают Хакима Джеффриса, там, это такой молодой деятельный афроамериканец, там, тоже там, в районе 50 лет, то есть, скамейка запасных молодых, она есть, то, что мы ее, как бы, не знаем, ну, в широкий сегмент российской общественности не сильно этим интересуются, и, как бы, думают, что там все старики, вот, все это, все ужасно, это не совсем так, то есть, скамейка запасных есть, как им получится продвинуть партийный эстеблишмент у этих молодых, ну, опять же, молодых, это 50 лет, но Сальван, там, один из самых молодых, да, ну, то есть, ну, не 78, как бы, здесь просто про молодость тоже нужно сказать, что молодые, это совсем молодые, вот, там, 35 до 40 лет, это как раз сильно крайне левое крыло демократической партии, там, Александр, да, это Аказио Кортес и ее там сородичи, вот, но это, может быть, скажем, там, не следующая генерация демократов, это может быть через-через одно пойдет, хотя процесс достаточно быстро у нас движется, и в этом смысле, мне кажется, что демократическая партия, она более устойчивая, жизнеспособна, чем республиканская, но республиканская тоже нужно сказать, что там она не уступает по вот молодым активистам, они должны быть более глубокие по своему такому идеологическому наполнению, по тому, какую Америку они хотят видеть, то есть там не все трамписты, хотя Трамп, конечно, очень сильно повлиял на республиканскую партию, но там тоже есть своя скамейка, есть свои лидеры, вот даже вот посмотреть на вот эти выборы в Джорджи, за которые, я полагаю, российские тоже коллеги мало наблюдают, очень важное событие, на самом деле, очень важное, там довольно-таки молодые кандидаты республиканцев прежде всего, но и у демократов тоже до 50 лет, по-моему, вот, то есть эта генерация, она есть поколенческая, как быстро пройдет смена и успеют ли они, скажем так, обновиться и смениться до 2024 года, это, конечно, очень важно и в этом смысле, если они успеют, то выборы 2024 года в Америке будут еще более важными, чем вот эти выборы сейчас, потому что они придут на вот такой вот очень серьезный цикл смены элит, возрастной, в экономике что-то, конечно, произойдет, пандемия какое-то серьезное влияние окажет, технологичный, конечно, через 4 года американцы уже будут другой страной, вот, следующий цикл, мне кажется, даже более важен, чем вот так. Большое спасибо за подробный ответ, у нас время вышло, но все-таки я озвучу в финале более культурологический вопрос, насколько сильно американская нация религиозна и в чем это проявляется. Ну, если вы посмотрите любые опросы, там будет написано, что Americans are religious people, да, но здесь нужно сказать, что религиозность и церковь, институт, это скорее такой социальный институт, это не такой, скажем так, институт, как он, и его роль не такая в формировании Америки, как в формировании России, и в церковь в Соединенных Штатах люди в основном ходят, это какой-то social community, да, то есть там участвуешь, дети у тебя там в разные кружки ходят, ваш пастор, это вообще такой вот дирижер смыслов по жизни, вы к нему ходите и вообще там посоветоваться по широкому кругу вопросов, не только там о каких-то библейских сюжетах, потому что все-таки подавляющее большинство Америки это разные христианские динаминации, но и отношения с супругой, как мы там наладить, да, или там как детей воспитывать, это все абсолютно, у меня самый близкий мой товарищ, может быть, даже и друг я могу его спокойно называть, как раз таки вот пастор американской методистской церкви, при том, что человек крайне таких либеральных взглядов даже для американского пасторства, у нас с ним большие дискуссии все время идут на тему, вот кто-то может служить или нет, какие-то там диктринальные диспуты, и он, значит, в первое свое назначение, несколько баек про него расскажу, это будет, наверное, лучшая иллюстрация и к завершению нашей беседы, и к вопросу религиозности, значит, есть методисты, вот методистская динаминация, популярная в Соединенных Штатах, он методист, и он, значит, в первое свое служение, назначили пастором церкви в пригороде Вашингтона, а у него очень важная была раньше паства, это, собственно, непосредственно всякие американские там сенаторы, политики, Колин Пауэлл, кстати, ходил, бывший, да, в его приход, скажем так, и он решил шокировать вот свою паству и заехал в церковь, он заядлый мотоциклист на Харли Дэвидсон, просто въехал в церковь методистскую на Харли Дэвидсон. Все такие, вау, вот это у нас новый пастор, гляньте, какой он такой, ну вот, типа, чуваки, смотрите, я такой. Дальше у него не сложились отношения с главным пастором, он ушел как бы в свое, и он говорит, посмотри, как меняется методистская церковь, то есть она дробится, и она была такая, называется, первая комьюнити чорч, да, то есть что они делали, у них не было своего храма, то есть того места, где все собираются, американцы, у них был, они арендовали каждое воскресенье на воскресную службу разные залы, в основном театральные, в каком-то крупном моле арендовали, вот, например, там кинозал, кинотеатр, и проводили там свои встречи, то есть люди садились, а на сцене разворачивался спектакль, там пастор проповедь какую-то читал, там рок-группа жарила какой-то там крещен рок, да, но как надо было людей привлечь, они давали им донат бесплатный и кофе, вот, типа, приходите в нашу церковь, вас ждут донат и кофе, ну, и утром такие люди заходят в кинотеатр, берут кофе, пончик, и сидят, слушают, как пастор рассказывает им там о Нагорной проповеди Христа, например, и потом, говорит, ну, теперь братья, причастимся, и вот раздают такие мешочки маленькие, там вот такая вот как бы капсулка такого сухого хлебушка и там вот столичка тоже там вина кого-то налита, ну, причастие, ну, вот они в перемешку с донатом и кофе это все употребляют, поют песни и уходят, и говорят, very nice service сегодня, сегодня была обалденная служба, просто классная, то есть, ну, конечно, для нас это немножечко, ну, не знаю, там, для кого-то дико или нет, для людей религиозных это может быть дико, для людей прогрессивистских каких-то, о, прикольно, да, вот, но это вот именно вот такая вот форма социальной организации, участия, сближения и в религиозной деноминации в Америке традиционные и христианские, и иудаистские, и исламские, они имеют более такие либеральные формы манифестации и проявления такого вот, чем они в других, в других странах, то есть я даже знал там православного священника в Америке, и он был вот по своему характеру, поведению, так как он паству вел, гораздо ближе вот к примеру моего товарища, чем наши там традиционные там батюшки, скажем так. Ну, наверное, это какой-то общий мировой тренд, который американцы, как всегда, первыми вот оседлали и пытаются что-то из него сделать. Максим Александрович, большое спасибо за лекцию, за сессию вопросов и ответов, подробная попытка раскрыть в этих ответах всю проблематику. Мы с вами, дорогие слушатели, встречаемся через неделю на лекции Ивана Алексеевича Сафаранчука о многополярности и о том, как в той многополярности, к которой мир вроде как приближается, Россия находит для себя плюсы, а может быть, какие-то даже менее очевидные тенденции, которые нужно учитывать и вырабатывать в дальнейшем свою политику, исходя из этих тенденций. Большое спасибо всем, кто с нами был и в Зуме, и на нашей странице в Facebook. До встречи на следующей неделе. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.